Друзья, всем привет из Сеула. Меня зовут Андрей, в эфире Кангнам ТВ. Я на самом деле долго думал над тем, записывать это видео или нет, но в итоге решил рискнуть. Я начал заниматься сетевым маркетингом. Я вижу скептиц в ваших глазах сейчас. И решил сделать об этом видеоблог. Я только начал, ну буквально там, я этим усердно, упорно занимаюсь полтора месяца. В компании я уже 5 месяцев, то есть 3 месяца у меня были такие неактивные. В итоге я принял решение заняться этим бизнесом полностью, потому что оно мне понравилось, я разобрался в нем. И как может быть и вы знаете, у некоторых успешных бизнесменов все начинается с того, что человек стоит перед своим домом, который большой, у него красивая, шикарная машина. И он говорит, что ребята, вот я заработал, теперь я вас могу научить и за это вы пласть деньги. Таких много очень случаев, много рекламы такой, что человек был никем, а стал сразу миллионером. Ну вот, я решил проверить это на своей шкуре, так сказать. Я решил и, естественно, поделиться этим с вами. Поэтому сейчас мой канал будет больше не о Корее, а больше будет о том, как я строю бизнес. Это будет правдивая история, это будет история успеха, я в этом уверен. На данный момент у меня всего 3 партнера, как бы, ну это не очень много. Ну опять же, это больше чем 0. То есть, я обучился, но все равно предстоит серьезная работа над собой. И я буду с вами делиться своими какими-то размышлениями, может быть, знаниями, инструментами, которые мне уже помогают. Я с вами буду делиться своей интерпретацией этих инструментов. Ну и, соответственно, какой-то отчет буду делать о проделанных действиях. А, ну да, самая главная компания, в которой я нахожусь, это компания называется InCruises. Она занимается круизными путешествиями. Ну, естественно, о самой компании я буду тоже рассказывать. И на этом канале также будут тренинги для партнеров. Вы можете сами просто видеть, как все это будет развиваться. И я буду рассказывать о своих партнерах, если они будут не против. Буду рассказывать о их успехах. Буду рассказывать о неудачах, о том, как мы преодолеваем вот этот период. И я надеюсь, что этот канал будет вам интересен. Не рассматривайте его как рекламу. Ну, или рассматривайте, смотрите сами. Конечно, если вы присоединились, было бы здорово. Но я не настаиваю. Я просто хочу рассказать вам свою историю успеха. Правдивую историю успеха. Вы будете наблюдать это все поэтапно. То есть сейчас вот ситуация такая, что я только начал этот бизнес. У меня нет там большой команды, какая есть у партнеров моих в этой же компании. Но есть главное стремление, желание и понимание. Ну, на мой взгляд, как бы сетевой маркетинг сейчас он становится более популярным. Так как у этого вида бизнеса нету фильтра такого жесткого. Потому что если вы хотите работать в какой-нибудь компании, то вам нужно иметь хорошее образование, вам нужно иметь хороший бэкграунд. И вы должны быть определенного возраста. Ну, и в Корее очень важна внешность. Что касается сетевого бизнеса, это в принципе, этого нету ничего. Там главное желание. Не важно, какого веб-пола, какого возраста, чем вы раньше занимались. Главное желание. И это, в принципе, я считаю, что это очень хорошо. Особенно для тех людей, которые попробовали в жизни что-то, но не получилось как-то. Или, может быть, они только сейчас осознали свои нужды и потребности, которые бы они хотели достигнуть. Ну, и плюс, это возможность попробовать себя в бизнесе. Потому что это действительно бизнес. Это не вообще бизнес. Основные умения в бизнесе – это умение продавать и умение строить команду. Набирать нужных людей и строить команду. В сетевом маркетинге эти два основных умения – это ключевые. И человек, который попробует себя в сетевом маркетинге, он, в принципе, в дальнейшем может уже заниматься любым абсолютно бизнесом, так как он владеет самыми главными навыками продаж, презентаций и построением и развития своих партнеров, команды. Но, честно говоря, я как бы еще, сколько я не искал, еще не было каналов, которые могли бы полностью рассказать, где человек бы рассказывал свой путь к успеху в этом бизнесе. Потому что очень много людей сейчас занимаются сетевым маркетингом. Они в основном работают в косметике, продуктах питания, здоровый образ жизни продвигают. Это тоже круто. Но мне лично просто интересны путешествия. Я считаю, что путешествовать любят все. Все-таки косметика – это такой нишевой бизнес. Например, мне косметика неинтересна. Я мужчина, мне особо неинтересна косметика. Кому-то интересно. А путешествовать любят все. Путешествовать любят все, неважно, сколько вам лет, неважно, какого вы пола, какой рас, национальности, неважно, из какой страны. Все любят путешествовать. Путешествуют себя, любят с комфортом. Почему я еще пришел в этот бизнес? Потому что я сам работал в 2009 году на круизном лайнере. И я прекрасно понимаю, что это за отдых. Я могу вам рассказать все об этом от начала и до конца. Единственное, чего мне не хватает на данный момент – это опыта работы непосредственно в сетевом бизнесе. Ну и плюс, как бы более расширенные знания про сам круизный бизнес, про то, как устроена эта индустрия с точки зрения финансовых потоков и тому подобное. У меня есть пара мыслей о том, как работает Инкрузис, с чего они зарабатывают. Об этом я буду опять же рассказывать. Про Корею, конечно, тоже интересно, но, как вы, может быть, заметили, что у меня какой-то конкретной тематики не было. Я просто пытался разные форматы вести. Но в итоге я понял, что должна быть какая-то специфика, должна быть какая-то тематика. И к этому я пришел, потому что я начал этим заниматься. Я думаю, что это было бы интересно, особенно так, как я живу в Корее. Я уволился от своего прошлого места работы, и сейчас я полностью занялся этим бизнесом. У меня будет больше времени делать видео, больше времени работать, развиваться, учиться и делиться с вами какой-то полезной информацией, которую я сам где-то прочитал на тренингах, в книгах, подумал, передумал, выстроил в какую-то систему концепции и выкладываю вам. Ну, сейчас я иду на встречу с Маркусом, посмотрим, что из этого выйдет. Он такой, как бы, очень открытый человек, путешествует любит. У него девушка кореянка. И вот я встретился с Марком, как обещал, с Маркусом. Он из Австралии. И сейчас мы поговорим о жизни в Австралии, почему он приехал в Корею и почему он хочет здесь оставаться. Вот, мы хотим вообще корейский рынок охватить. Нам нужны люди, которые хорошо знают корейский. У меня есть такой партнер уже, сейчас ее зовут Кейт. Она, правда, в Корее жила, не очень, очень давно не жила в Корее. Она вот недавно приехала сюда. Я надеюсь, что она нам поможет это развить. Сейчас у нее там свои какие-то проекты. Она очень такой духовный, духовно развитый человек. У нее там йога, медитация, свой сайт. Она занимается, в общем, своими какими-то делами. Но я надеюсь, что она будет более активна в нашем бизнесе, потому что это тоже время. Это тоже бизнес. В этом бизнесе очень многое гнает значение времени, потому что чем моложе компания, тем больше шансов есть заработать. Те, кто стоял у Amway, у истоков, они, конечно, естественно, зарабатывают намного больше сейчас, чем те, которые только начинают этот бизнес. И да, как бы этот бизнес уже более известный, чем в те времена, когда Amway только начинался. Тогда им было труднее, сейчас немножко полегче. Ну, сейчас и заработки немножко в Amway чуть пониже, чем были раньше. Incruzis, компания, которая существует всего 4 года, это для сетевого маркетинга, это вообще, как сказать, самый-самый-самый такой период, когда нужно вступать в этот сетевый маркетинг. Еще немного людей знают, что такое, круизы, да, именно Incruzis. Но я вам, в следующем видео, я вам расскажу, почему Incruzis это не пирамида и не лохотрон. Я сделал большое расследование, почему это не так. У меня был отрицательный опыт в сетевом маркетинге, и чтобы не наступать на те же грабли, я сначала проверил компанию просто со всех сторон, а потом я принял решение вступить в нее. И в следующем видео я поделюсь с вами, почему я считаю, что компания, она стабильна, будет стабильна и будет развиваться дальше, и будет только расти. Самое интересное, знаете, что, когда я только начал вести свой блог, для меня было настолько тяжело говорить на камеру, особенно, вот, даже если никто не смотрит просто дома, для меня это был стресс реальный. А сейчас, как бы, вот, люди ходят, смотрят на меня, там, я сам с собой разговариваю, и как-то вообще нормально. Ну, я понял, что в жизни все просто. Нужно попробовать и заниматься этим, и не прекращать. И в итоге, как бы, вы становитесь мастером своего дела, вы в итоге становитесь профессионалом своего дела. И то же самое, я думаю, что и в сетевом маркетинге. Стоит только начать, попробовать раз, два, три, десять, двадцать, тридцать, и в итоге вы овладеете мастерством, я владею мастерством. Я надеюсь, вам будет интересно смотреть этот канал. Я буду стараться делать его интересным, полезным, делиться с вами всякими интересными штуками, фишками и тому подобное. В общем, давайте будем смотреть, не будем до раньше загадывать ничего такого. Просто подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну, лайки ставить рано пока, ничего еще такого нет. Это просто, как бы, объявление о том, что у канала появляется определенная специфика. Это не просто там какие-то видео непонятные, рандомные, да, там, о жизни в Корее. Это будет конкретный канал про мой путь в сетевом маркетинге. Ладно, ребят, все, прощаюсь, заговорился уже. Давайте, скоро увидимся, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова